Добрый день. Добрый. Нет, не порушу. Поворачивал с полосы и стояла вся полоса. Я включил поворотник и перестроился. Ну конечно, что я без поворотника ехал, сразу перестроился и все. Я выехал с полосы, которая вот сбоку. И вся полоса стоит. Если у вас есть камера, посмотрите, что вся полоса стояла. Ну и сразу же включилась, если вы смотрели. Конечно. Могу в ДИА. Сейчас, секундочку. Ну да, я. Добрый день. Вам какое имя? Посвящение в ДИА? Там они саре достаточно, без пилара. А транспорт не потребно? Я уже транспорт переверил. Ага. Добрый день. Ну все верно. Ценю ваше время. Очень часто надо ехать. Я верю. Полис Майкл. Конечно. Так, все верно. Дякую. Скажи таким питанием, будь ласка, вы стоп-сигналы задней фонари, вы их меняли? В смысле менял? Ну в том плане, что они светят, смотрите, ваш стоп-сигнал, то есть на барыб, он не есть червоного кольора, он у вас есть... Не, червоный у меня. Ну я держу стоп-сигнал, сейчас держу. Что, решили еще к чему-то приколупаться? Цвет не тот. Того нарушают, а тот свет уже не тот. У нас одного боку лише... То есть только один. Это не стоп-сигнал. Я вам скажу, что это единственное, что у вас задний светит червоним кольором. У вас обидва фонари задние светят, бачите, яскраво-желтым светом. Ну производитель, надо будет там Мерседес обратиться, сказать, что значит... Ну вы знаете по правилам наши, украинские правила дорожного рука? Ну для меня это красный свет. Не. Ну я ж думаю, вы кольора добрые различаете? Ну если честно, дальтоник немного. Ну давайте не будем. Не, я вам сейчас вполне серьезно говорю, на зеленый оттенок, а не на красный. Доброе. Я вам просто констатую факт, что нужно, чтобы было ответственность. Чтобы посвятилось больше красным цветом? Чтобы вимогам ответственность. У нас же не есть червоный, это скорее светло белый, светло желтый. Доброе. Пойдем все усни попереднее. Я вас проинформировал, что это ответственность. Так вот еще за руку по смузе. Это тянет ответственность за частью третьей статьи 122. И порушение пункта права 17.1. Я не нарушаю, я только что объяснил вашему коллеге. Я вам расскажу. Пойдемте. Доброе. Не, ребят, я конечно слышал разные схемы, к чему можно придолбаться, но то, что у вас лампочки немного не того оттенка светят, блядь. Посмотрите, у вас немножко желтизной дают, а даже на красным отдавать. Че? Чувак, это фары с гелика, блядь. Они продаются как бы в исходе такие. Ну, у вас, смотрите, цвет немножко желтоватый. Ты че, присрался? У меня, блядь, цвет фары самой накладки на темное, блядь. Вот, афак. Вы, типа, да блядь, я вывернул с полосы, хотел строиться, тут стоит как бы пробочка, ну. Да, я бачу. Так че так не пристрался? Могу? А ну покажи документы, все нормально? Блядь. Да. Что? Он еще одного, смотри. Сотри. Ой, поблять, еще одного, ребята, словите. Блядь, все, чувак, ты попал. Все, 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 он уже пикает другому. О, бля. Пацаны, на этот. О, бля. он сразу тоже перестроился покажи, покажи чувак, ну я тебе не сочувствую ты реально, типа, жестко, прям перед носом, я люблю свою жену чувак уже улыбается, думает, бля, ну я такой не фартанула короче, такие, ну ладно, типа, то, что я, типа, выезжал я реально ехал, включил поворотик, я хочу перестроиться тупо вся полоса стоит и они, наверное, это увидели, думали на лошка скосить или что, типа, ребят ну я, блядь, сразу устроился, ну ты что я даже вас не видел, блядь, я уже прям, два или три машины перед вами влез ну как он начинает, типа, давай документы ну давай документы, на вам, нам техпасовую машину тоже показать? Я уже все проверил думаю, ну все а цивилка есть? Блядь, ну ты что издеваешься тут? Есть ну когда он уже говорит а вы знаете а у вас лампочки сзади не того света светят? Они еще стояли полчаса рассматривали? Я говорю, в смысле не того, блядь, цвета? ну они не красные, они как-то в желтизну отдают ваш стоп-сигнал а по закону красные должны быть ты что, блядь, издеваешься надо мной или что? ты решил, блядь, присраться к родным, блядь, лампам сзади гелика? типа, почему они сидят таким цветом? блядь, сходи в Мерседес и спроси почему у них такой цвет? ну по закону Украины, блядь, они должны сидеть другим цветом я думаю, твою мать, думаю, это я, блядь, попал думаю, блядь, что будем составлять, блядь, постановление на то, что лампочки не того... цвета горят или что? да, дальтоник, блядь, честно говорю для меня это красный хотя, честно, ребят, там стоят лампочки красные у меня раньше была прозрачная накладка сейчас она такая более затемненная, просто в черный цвет помните, мы сделали? блядь так что, штраф некой, это ну, мне просто было, ну ладно, проверил там документы ну, когда, блядь, полицейский за лампочки присрался типа, чувак, блядь тут ты серьезно? ну, видели, ребят, только отъезжаем тут другой такой, ну, тут вообще, прям, реально он ехал в этом ряду, и он, думаю, такой блядь, ах! и тут три машины-менты он такой, ах! они за ним уже, блядь, между рядами говорит, Валера, добрый вечер! и он такой, салезу, такой, блядь сэкономил время не, забавно было, на самом деле, забавно мы ехали, ехали с Андрюшкой и приехали, да ребята, ездил, в общем-то, вон сзади лежит накладка для гелика Снеж, покажи, вот она лежит на заднем сидении которое мы должны были привезти для того, чтобы поремонтировать люди какие-то останавливаются мы уже вызвали эвакуатор короче, машина на ровном месте мы ехали, объясняй ситуацию даже вот, машина уже была, сука, сделана мы ехали наехали на лежачий полицейский ну, дрын, 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 дрын потом смотрю, у меня педаль газа типа, что-то, Вася, нет машина заглохла а я, короче, потом так вот она пытается, старый термослад, но не заводится и все я вообще читала в интернете, что может быть либо утечка тока, либо свеча либо что-то еще там вариантов очень много значит, ничего мне не отпало под капотом мне не видно зрительно, что это могло вообще без понятия вот реально, без понятия какой-то это, Вася, это проблемка мне кажется, что мы когда на полицейском проехали что-то отпало не, ничего на рове не валяется ну, отпало, типа, отсоединилось, я имею в виду ну, я уверен, что полицейский на это повлиял когда ребята будут смотреть, они, думаю, что увидят ну, мы на полицейском летели, ну, может, 50-60 ну, типа, ну, чувствовалось, но это было не что-то такое, типа, сверхъестественное вот, Гелик сам по себе, типа, жесткая машина в общем, покажи мой экватор короче, мне сказали послушать бензонасос он находится сзади, в заднем бампере говорит, послушай, гудит он или нет тут, конечно, машины ездят и немножко шумновато но я так слушал, и вроде бы он уже он звук никакой не издавался возможно, ну, плохо слышно но если сдох бензонасос тогда понятно, почему он маслает а не заводит то есть бензин не подается и типа, вот и приехали вот такие вот бывают, как бы, моменты обидно на самом деле, просто обидно придется снова оставлять хорошо же, и вторая машина еще, Субарик а бывает, кто говорит, нам нужна ли вторая машина? вот она нужна нет, ну, как бы нужна вторая машина просто только какая и так далее ну, вот даже Субарик и шикарно вот, у меня сзади две накладки на Субарик и на Гелик но, такое происходит обидно, но, а что делать? ну да ну ничего ждем эвакуатора видите, ребяточки, эвакуатор хочет нас спереди поточить а нас спереди нету за что придется ему как-то разворачиваться и назад ехать сейчас будем грузить уже подъехал он как-то, развернулся по встречке всякое бывает и плохое, и хорошее в жизни всегда есть выход не надо дать никогда падать в панику и все вот как-то так, ребята едем на СТО давай к своему брату иди ох, котик сейчас как поедет сейчас такой сразу в гараж заедет сразу в гараж котик что это за херня? его проколбасило не, ну все надо, чтобы они разобрались а как они разберутся, они поймут? не знаю теперь как будто опять что-то подсоединилось иначе что-то отвалилось потому что его проколбасило и он начал работать ну завелся он не с первой тычки спасибо, ребяточки, эвакуатор за то, что нас протрясли наш гелик он завелся это, ребята, какая-то жесть да, да эх скажу, я наехал на кочку бац-бац и все, ему что-нибудь понравилось а сейчас его тоже протрясло и все и он заработал а шо? шо? Валеричек, шо с тобой? давай еще раз, котик ну это, конечно, волшебство какое-то как такое возможно? е-мое то есть мы можем сейчас по факту на нем ехать домой? хотя опять завтра придется эвакуатор значит вызывать с дома уже это, кстати, ребятушки тот человек, который делал нам диодики что-то отвалилось его проколбасил он заработал нет, это давай нет, типа детали выложить думаешь, он даже на линиях удивитель что-то надо было типа все работает и работает главное, чтобы сейчас на яме там такая дорога все, чтобы сдохший был бы по факту бензонасос он бы уже ничего не произошел где-то кто-то отходит где-то кто-то попало отошло контакт где-то контакт потом где-то капает вот было словило видите, нам здесь, кстати, уже поменяли диоды теперь такие красивенькие прям новенькие вообще смотрите, какой капот до и с этой накладкой он будет вообще другой короче, ребят, если вам интересно как-то сделать свою машину заняться коррозией сделать какие-то обвесики приклеить все, чтобы было классно есть Андрей, который мне, в общем-то, поставил губу Снежка уже показывала с диодами и вот мы сейчас будем делать как бы накладку на капот Гелика и будет еще накладка на капот Субарика вот а потом будет накладка на Субарик а еще будет просто без лампочек накладки, да? нет а говорят, что запрещено вот так что, ребята контакты на Андрюху останутся в описании вас реально удивит и качество и цена так что обращайтесь, звоните а мы будем, в общем-то, сейчас уже это все относить и делать такая накладка сейчас и посмотрим, как она будет красивая вообще а сейчас она матовая такая черная просто под покраску под покраску, да будет она стоять здесь вот будет красивенько все о, самолет летит сейчас по гору аааа смотрите, как низко самолетик полетел и со Серегой Шунской ребяточки, как вам такой гелик? в таком виде? котик, садись, поехали а то, что такое сверху, котик? такое же леска это тоже? это вот на чем он стоит это же колеса это от гелика? да такое длинное? да, это просто ого, смотрите, ребяточки это есть гелик это наша такая самая это как на нашем гелике ничего а может это как-то удлиненный? нет, я думаю, что нет я думаю, что это с этого гелика и есть так вот, отойди вдруг упадет на тебя не надо так я же говорю, что какой-то высокий все, котик, пошли эльза, прикинь, короче, ехали тупо сдох гелик просто перестал вообще ехать да, вот, ну 4 жрачих полицейских было трусило и резко все перестало работать не, проверял маслало ключ ставил маслало, говорю а не заводилось я не знаю короче, потом вызвали эвакуатор потрусило гелик и он заработал я согласен, что это полная какая-то хрень ну как ты считаешь, в чем проблема? бензонасос, ну в теории да, понимаешь но он же заработал если бы он был поломан он бы, ну, не завелся бы где еще может быть проблема? не, ничего не отвалилось в этом-то и проблема вот все было нормально ну, не, не этот вариант, Эльза понимаешь, вот как бы вот ехала-ехала и перестала есть какие-то еще мысли? честно, подойдет? есть? ну, я честно думаю, что это бензонасос и, короче, экраны ударились она тебе говорит, котик, чтобы ты ее выпустил она тебе скажет и его клевануло ты согласна? не, я заглядывал снизу тоже смотрел под капот и снизу ничего не текло я очень согласен надо средств на центр отвезти, да? ну, короче, Эльза считает, что проблема была только в бензонасосе и бензон towards что-то такое этоica а обернажливая и ああ, поднял ну 2020 как и г Субтитры сделал DimaTorzok